В сквере на Соборной площади у Кремля будто сработала машина времени. Дамы и господа, будто с иллюстрацией к золотому веку русской литературы, в нарядах и головных уборах 19-го столетия играют в давно забытые игры. Пьют чай из самоваров и поют романсы. Эта игра называется «Крокеты». В ней играли в 19-м веке. Это было очень интересное занятие провождения времени. Ребята встречались и игрались. Необходимо было стукнуть по мячу и пройти сквозь лунку. Эта игра пошла и из Европы, и также русские князья очень любили играть в эту игру. Городской пикник в честь дня рождения Рязани не просто вызвал интерес у проходящих мимо горожан, но и стал неким моментом просвещения и историческим экскурсом. В дореволюционной России журфиксы были достаточно распространенным явлением, и в частности в Рязани. Но мы знаем, Салтыков-Щедрин со своей молодой женой любили посещать журфиксы и сами их организовывали. Гостям города, которые случайно здесь оказались, тоже понравилось. Эмоции, которых не скрыть. Бесконечные щелчки камер в фотозонах. Очень атмосферно, эстетично, аутентично. Просто класс, слава богу. Спасибо, да. Продолжаем. Вкусом, все со вкусом. Сразу попали в историю. Здесь сегодня масса очень интересно выглядящих женщин. Холостых мужчин я приглашаю на смотрины. Даже с Беларуси. Вот я приехал, с Минска, да, очень впечатлен. Спасибо. Что лучше, Рязань или Минск? Ну я слишком мало еще в Рязани, ты не спеши. Не бойся, это не покажут в Минске, говори Рязань. Рязань. Занятия здесь, в парке на целый день. Это и лекции, и рассказ экскурсовода Ксении Поначевой о символике цветов в 19 веке. И игры для самых маленьких. Последние лучики золотой осени, мы на улице, день рождения города, это праздник, поэтому у нас много интересных забав, игр, салонные альбомы, стихи, даже пасьянс раскладываем, книги дарим, читаем. Девочки рисуют, покажи, иди сюда. Девочки рисуют, тех, кто приходит, тех, кто чай пьет. Я родилась в этом городе всю жизнь, прожила в нем, поэтому для меня это моя родина. Через дорогу на территории хлеб-завода тоже своего рода возрождение традиций. Традиции потреблять свое, родное, сделанное земляками. Мы представляем бренд Мясавял, вот, как видите, предлагаем вам продегустировать индейку и говядину. Это бастурма из индейки и говядины, вот, делаем здесь, делаем из местных фермерских продуктов, вот, и здесь только мясо и специи, больше ничего нет. Поэтому рекомендую питаться правильно. Лучше только у нас, нет ничего лучше фермерских продуктов, произведенных на Рязанской земле. Такие местные бренды появляются все чаще, и не только фермеры продвигают свою продукцию, но еще и рукодельницы создают стильные предметы быта и интерьера. Вяжу из стопроцентного хлопка изделия, как корзины для хранения для дома, так и для деток. Даже за границей есть, честно вам скажу. Мой ловец в прошлом году уехал в Швецию. Я занимаюсь где-то около пяти лет. Началось все с хобби, с того, что увидела в интернете красивую картинку, решила попробовать. Мне понравилось, начала их плести, понравилось тоже друзьям, другим моим знакомым. Много природных материалов я собираю, да, у нас здесь, в Солочи. Гастрономический фестиваль развернулся на Лыбецком бульваре, и здесь рязанцы с удовольствием попробовали кухню местных ресторанов, кафе и производителей. А вечером на праздничном концерте вместе пели народные песни. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!